Здравствуйте! Столичные подробности готовы рассказать о том, что сегодня происходило рядом с вами, но возможно осталось незамеченным. В студии Юлия Азыкова. Лобовое столкновение на улице Убаревича сегодня произошло серьезное ДТП. Микроавтобус по неустановленной причине выехал на встречную полосу и врезался в грузовой авто. Обе машины служебные. Водителю первой машины уже ничем нельзя было помочь. Его пассажир госпитализирован. Медики не исключают, что у скончавшегося мужчины случился инсульт. Водитель грузовика не пострадал. Медэкспертиза подтвердила, что он был трезв. На место аварии выезжала оперативно-следственная группа. Назначена проверка. 20 тонн картофеля и 23 тонны овощей. В столице стартовал сезон закладки запасов. Как хранятся овощи и хватит ли на всех витаминов, узнавала Ольга Мытник. А витаминоза не будет. В столице началась закладка овощей и фруктов в стабилизационный фонд. Минск пополняет закрома. Работа по созданию стабилизационных фондов на зиму в разгаре. Хранилища для овощей уже подготовлены. Договоры и объемы продукции определены. В этом году витаминный фонд столицы пополнит более 50 тысяч тонн сельхозпродукции. Специалисты уверяют, такого количества будет достаточно для бесперебойной поставки вплоть до начала лета. В этом году немножко поставки ниже по картофелю и овощам незначительно. Это связано с тем, что создание благоприятных условий непосредственно у сельхозпроизводителей позволяет им круглогодично поставлять в город Минск эту продукцию по прямым поставкам. Первую строчку в рейтинге самых важных запасов на период межсезонья традиционно составляет картофели. Его планируют заготовить более 20 тысяч тонн. Кроме второго хлеба будет организована бесперебойная поставка и овощей. Из овощной продукции 23 250 тонн будет заложено свеклы более 4 тысяч тонн, моркови 7 200 тонн, капусты 9 тысяч и лука 3 тысячи. Чтобы овощи и фрукты попали на стол Минчанам свежими, на предприятиях созданы все условия для их хранения. Несколько лет назад была проведена серьезная реконструкция. Камеры оснастили холодильным оборудованием с регулируемым микроклиматом. Теперь здесь готовы соблюдать капризы каждого овоща. Яблоко хранится при температуре от нуля до плюс двух. Яблоко храним до конца срока реализации, как бы сохраняется. Картофель храним при температуре плюс 3-6 градусов. И хранится до 10 месяцев. Предмет особой гордости и новая линия по предпродажной подготовке. Эта линия позволяет мыть картофель, осуществлять сухую чистку, калибровать и расфасовывать сетку от килограмма до сорока. Производительность данной линии от 5 до 15 тонн в час. Особое внимание уделяет и качеству поступаемой продукции. Каждая партия товара проходит тщательный отбор и жесткий лабораторный контроль. Поступает продукция к нам от хозяйств. Значит, они предоставляют документы на безопасность продукции. Мы в лаборатории осуществляем входящий контроль. Делаем, то есть, нитраты определяем радионуклиды. Если соответствует ГОСТу вся продукция, значит, продукция поступает на склад. Традиционно картофель, морковь, капуста и яблоки из хранилищ будут поставлять в розничную торговую сеть, а также в детские сады, школы, университеты и больницы. Завершить подготовку запасов к зиме планируют 15 ноября. А собирать урожай прямо в городе минчане смогут уже в конце сентября, когда по всей столице развернутся сельскохозяйственные ярмарки. В этом году определено 154 площадки, которые будут функционировать с сентября по ноябрь. Благодаря ярмаркам мы реализовываем где-то 30% продукции. Заготовить продукцию, сохранить ее и продать. Столичное овощехранилище к нынешнему сезону обновили на миллионы рублей. Чтобы даже в лютый мороз минчане могли купить свежее яблоко из белорусского сада. Ольга Мытник, Андрей Кульгавый, телекомпания СТВ. Справедливые и беспристрастные судьи Центрального, Первомайского, Ленинского и Фрунзенского районов сегодня приняли присягу. Право на подобное обещание честности, справедливости и верности закону получают лучшее. Только после этого торжественного момента судьи могут осуществлять правосудие. Новоспеченным служителям закона вручили все надлежащие атрибуты. Служебное удостоверение, кодекс чести, судьи и мантию. Напутственные слова прозвучали от председателя Минского городского суда, представителей Министерства юстиции и коллег. Вступая в должность судей, торжественно клянусь перед народом Республики Беларусь честно и добросовестно исполнять свои обязанности. Чтобы стать судей, безусловно, принимается во внимание профессионализм. Но огромное значение имеют и личностные качества претендента. Это честность, трудолюбие, порядочность. Безработные становятся бизнесменами. Полтора миллиарда рублей выделили нетрудоустроенным минчанам на открытие собственного бизнеса в этом году. 130 предпринимателей появилось в столице благодаря этой денежной помощи. Чаще всего регистрируют ИП, чтобы заняться строительством, оказывать услуги автотранспорта, а некоторые открывают ремесленное дело. Для того, чтобы безработному было легче организовать собственное дело, Государственная служба занятости предлагает обучающие курсы. На период обучения предлагаются стипендии. Минимальный размер – это одна базовая ветчина, максимальный – три. А в основном период обучения – две с половиной недели. Своё дело, в какой сфере минчане хотели бы открыть бизнес, наши корреспонденты узнали в сегодняшнем опросе. Я бы хотел для отдыха что-то такое, туристическое, парк аттракционов, что-то вроде того. В образовательной сфере, потому что я учитель, поэтому я бы и занималась бизнесом в этой сфере. Я всю жизнь проработала заведующей упрачной. Сейчас бы и детей подключила, у меня уже правнучка есть два годика. Стирка и белья. Всю технологию знаю. Хлебопекарня. Ну, не знаю, мне кажется, это более всё выгодно и более нужно людям. Наверное, в игровое. Самый рентабельный на данный момент. Недвижимость. Дом стоял и стоять будет. Услугами населению. А почему? Ну, потому что это действительно востребовано, потому что всё время ищешь какую-то помощь в решении каких-то вопросов, и когда, если кто-то профессионально помогает, гораздо это приятнее, удобнее. Может быть, цветочник. Почему? Ну, потому что мне нравятся цветы. Приятно людям делать подарки. Новогородские подробности завтра в это же время. А в студии новостей, которая всегда рядом, работала Юлия Зыкова. Всего доброго и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова